Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире радиостанции «Голос надежды» звучит программа студенческого радио из Заокска. Дорогие друзья, мы снова в эфире, и у нас сегодня необычные и очень позитивные гости. У нас сегодня в гостях команда «Лайк». Это видеоблогеры, и сначала я расскажу немножко, а что же было в первой части нашей замечательной беседы. Но сначала они рассказали о себе, они рассказали, что выпускаются раз в неделю, выходят они в интернет, и самое главное, самая главная их миссия – это рассказывать неверующим людям о Боге просто, доступно и креативно. Их всего человек девять, снимаются они… Где вы, кстати, снимаетесь? В молитвенном доме. В молитвенном доме, да, и кушают свой фирменный салат «Минутка». Да, и несут позитив в ряды этого хмурого мира. Вот такие у нас получаются пироги. И мы продолжаем. Света, давай теперь спросим наших товарищей о масштабе. Вот мы знаем, что вы – организация серьезная. Да, кстати. Международный видеоблог. Расскажите немножко поподробнее о том, как появился у вас белорусский филиал. Это очень интересная история. Однажды у меня был выбор в жизни между добром и добром. Поехать в Заокский на День открытых дверей, либо поехать на лидерскую встречу. И она выбрала не Заокский. Сейчас я расскажу, как это было. А, я-я-я-я-я, анти-пиар. Я решила подобным Гидеону попросить у Бога знак. Я слышала, что… Ты расстиловал паотенце на балконе? Конечно же нет. Да, оно, кстати, сухое от солнца. Мне сказали, что если выбор между добром и добром, нельзя проверить Библию, то можно попросить знак. И я говорю, господи, вот если с утра будет идти дождь, то будет странно ехать в Заокский, там, месить грязь. Ну, тем более там будет празднество на улице проходить. И если с утра вот не нужно ехать туда, пожалуйста, пусть будет хотя бы пасмурно, я пойму. В общем, с утра… Девочка просто не знала, что в Заокском всегда дождь. Пасмурно, да. Нет, бывает солнце, конечно. И с утра была пасмурная погода. Я всё равно, честно сказать, не до конца доверилась Богу, что это может быть так, но я решила проверить, поэкспериментировать. И поехала на лидерскую встречу. На этой лидерской встрече я познакомилась с человеком, который был из Белоруссии. И он хотел пообщаться с нами, как с видеоблогерами. Ну, нам, естественно, было интересно, почему. И он говорит, вы знаете, мы у нас в Белоруссии тоже снимаем видеоблоги. Мы хотим тоже развиваться. И, в общем, он начал рассказывать, и я поняла, что у нас одинаковая миссия, одинаковое видение проекта, у нас одинаковая история. То есть они начали примерно в то же время, что и мы. У них в составе там тоже буквально, ну, как мы начинали, 3-4 человека. Их вдохновляли те же самые вещи, что и у нас. И когда мы уже начали… Ну, у нас, понимаете, было там всего буквально 15 минут, и они уезжают дальше в Белоруссию. Нам надо там решить, как мы будем дальше взаимодействовать. И мы говорим, давайте вот нам надо как-то объединиться, ну, по-любому, под каким-то брендом одним, либо вашим, либо нашим. Они как-то назывались очень похожи. На нас, кажется, Айк, что ли. Нет, серьезно. Или Айкью, ну, что-то вот очень похожее. И мы с ними решили объединиться под нашим брендом и выпускать их программу у нас. Но это было вот, что самое интересное, это была наша общая идея. И они это предложили, и мы это предложили. Или мы поняли, что это вот реально было Божье проведение. В общем, вы нашли идентичных людей, которые горят тем же самым. Да, них нам уже тоже должны найти единомышленников. Надо расширяться. Хорошо, друзья, это чудесно. А сколько там сотрудников в штате? Их сейчас трое. То есть те ролики, которые мы можем смотреть в интернете, именно под брендом Like, это ролики из Белоруссии тоже. В том числе и Белоруссия тоже. Хорошо, друзья, вам, естественно, пишут. Приходит критика, и критика разная. Расскажите об этом. Куда пишут, что пишут. И как вы отвечаете. Да, и на какие выпуски самая бурная реакция? Нас сразу предупредили, что самая бурная реакция будет на темы про Бога. Вот, поэтому, в принципе, мы были готовы еще, вы знаете, в институте мне сказали одну такую вещь, что если ты будешь на виду, то в любом случае появятся тролли. Не будут тролли только в том случае, если ты сидишь и ничего не делаешь. Мы вас понимаем, друзья мои. Сейчас расскажет Сережа о том, как это было. Ну, в общем-то, было-то все на самом деле не так уж и просто, как нам казалось. Ну, мы сняли блог, как обычно, выложили его в YouTube, выложили его в ВКонтакт. Вот, и потом, через некоторое время, количество лайков и комментариев начало увеличиваться. Причем, комментарии были не очень лицеприятные. Особенно про Бога. Да, особенно в качестве Бога. Говорили о том, что мы глупы, о том, что мы не видим ничего. Вот. А потом это перетекло в YouTube. ВКонтакте это как затихло. Это перетекло в YouTube. Количество просмотров в YouTube, как я уже говорил, было порядка 67 тысяч. И там были, то есть, у нас такие животрепещущие обсуждения среди атеистов, там, нет, Бога, нет, это все неправда. И то есть, мы буквально, знаете, сидели с Сережей по телефону, и там каждую минуту было плюс 15 новых комментариев, то есть. Причем, самое важное, что эти комментарии были, мягко говоря, нелицеприятные. То есть, как обычно, по-русски с матерком. Но вы, друзья же, не расстраивались на все эти негативные комментарии и черпали, наверное, из них что-то. Да, мы советовали с этим поводом с Белоруссией, очень духовно, ребята, и они даже, знаете, составляли по Елене Вайт выдержки и по Библии, как нужно реагировать в тех или иных ситуациях. Вот. То есть, у нас было очень сильно... Это, знаете, только наоборот сплотило команду. Вот, то есть, я не могу сказать, что... Мы просто увидели, куда двигаться дальше, как реагировать. Ну, помимо кнута, был и пряник. То есть, были благодарности, безусловно. Естественно. Я лайки ставил, комментарии. Ее тоже лайкала, кстати, да. Позитивно, интересно, молодежно. Вот как в любом проекте не обойтись без критики, так же не обойтись и без чудес. Вот расскажите о каком-нибудь самом большом чуде, которое произошло во время вашего служения. Ой, у вас было так много, на самом деле. Я начну с самого простого. Может, самое яркое такое. То, как нам досталась эта вся аппаратура. Это было незабываемо, если честно. Как-то общался в сети с одним пастором. Вот. И ему говорю, скидываю видео и говорю, вот смотри, посмотри, пожалуйста, вот этот ролик и оцени его своим профессиональным взглядом. Вот. Он мне пишет, что, в принципе, у вас все отлично, у вас звук не очень хороший и нету света. Света нету? Вот света. Я здесь всегда. Пожалуйста, забирайте. Я здесь всегда. А подсветки нету. Вот. И на что он мне сказал, я не успею ничего ему ответить, да, задать вопрос с просьбой. Он мне говорит, что ты можешь ко мне приехать и забрать микрофоны, и можешь забрать фон и свет. Я был в очень сильном восторге. Меня просто эмоции переполняли. Я просто, я потом пишу Оле, пишу всем своим блогерам и всей команде, и говорю, ребята, у нас будет свет, у нас будет микрофон, у нас будет свет. У нас будет свет. Такое чудо. Практически Бог подарил вам студию. Да, ну да, можно сказать так, наполнение к студии. Ну и студия нам тоже досталась тоже удивительным образом. Вот. И я вам сейчас скажу, ребят, если Бог видит наши мотивы и старания, Он даёт нам все эти инструменты для использования и служения. Главное желание. Главное желание. Ну потому что, на самом деле, весь этот проект – это одно огромное чудо, потому что у нас не было вообще ничего, кроме зеркалки. То есть ни народа, ни профессионалов, ни оборудования, ничего не было. Голый энтузиазм. Что-то мне это напоминает. И мы с этого начинали. Получается, друзья, вы абсолютно уверены, что ваше дело – это воля Божья. Конечно, мы за пять лет. И он поддерживает. Мы это чувствуем, понимаешь? Мы это чувствуем. У нас горит этот огонь. Хорошо, мы уже поговорили о критике. А вот было ли такое, что вы добавили что-то в проект или изменили, исходя из отзывов ваших слушателей, хотел сказать, радиослушателей? Да, однозначно. Допустим, когда мне, ну, наш монтажер скидывает ролик, я понимаю, что, так сказать, некачественно это, допустим. И люди это видят и говорят, да. И буквально вот я поехала на лагерь, Бог нам послал человека режиссёра с «Трёх ангелов». Он говорит, ребятки, вам нужно делать раскадровку. И после этого мы с ним созванивались в скайпе, раскадровывали наши видеоматериалы. Ну и надеемся, что благодаря этому наши ролики будут более качественными. Ещё иногда просматриваем тему, да, и понимаем, что, допустим, видеоблогер говорит какие-то очень умные вещи, они вот, ну, не трогают, да. Естественно, мы это всё внутри обсуждаем, стараемся. Ну и, безусловно, как в любом коллективе, есть период обучения. Всем нравится учиться. Ну, кроме студентов. Вот. И самое важное, что у нас также проходят тренинги. Эти тренинги нам проводит профессионал, оператор «Голоса надежды». Вот. И этот тренинг нам помог взглянуть на правила монтажа по-новому. То, как это должно быть, то, как это правильно. Вот. И после этого качество монтажа у нас, конечно, приподнялось. Но пока мы стараемся, мы движемся к этому. Нам ещё есть к чему стремиться. Конечно, конечно. Всегда есть к чему стремиться. Всего впереди бесконечен. Вот что ещё хотелось спросить. Мы затронули критику, а критика – это комментарий, а комментарий – это обратная связь. Какой интерактив существует в вашем проекте? Как вы общаетесь с вашими дорогими зрителями? Ой, вы знаете, очень интересно. Однажды мы выпустили видео, там была тема «Кто ещё одинок?». И, в общем, нам пишет мальчик, там, как сказать, видео заканчивалось так, что «Не торопись выйти замуж, послушай, что тебе говорит именно Бог». И он спрашивает, а как же найти Божий ответ? И мы ему, значит, там был у нас семинарщик Франко Фурниет «Четыре путеводителя Божьей» и описываем ему это всё. Он был так благодарен, пишет, ребята, спасибо вам, я обязательно там попробую, проверю. И потом, ну, как бы мы с нашим коллективом обсуждаем, вот был такой человек, который задавал, интересовал, спрашивался, и, в общем, одна девчонка, гример наш, говорит, вы представляете, говорит, это мой одноклассник. Вау, вертесен? Да. Хорошо, друзья, мы говорили о чудесах, которые происходят в проекте, да, о многом интересном, теперь поговорим об успехе. Кто не любит успех? Успех он подбадривает, он даёт новые силы, он помогает смотреть вперёд и что-то делать. Что вы считаете самым большим успехом вашего проекта на данный момент? Какое-то достижение, может? Да, или какое-то мероприятие, я не знаю. Самым большим успехом, на мой взгляд, ну, я думаю, Валя со мной согласится, это то, что люди пишут и говорят о том, что ваши блоги действительно истинно вдохновляют, действительно показывают то, что мы приносим свет в этот мир. То есть они действительно говорят о том, что, ребята, я по-новому взглянул на Библию, по-новому взглянул на веру и на отношения с Богом. И такие были взгляды. Вот знаете, мне кажется, что любое служение, которое совершает человек, если он это делает с искренней душой, он как-то меняется. И во внешнем, может быть, и даже внутренне. Вот какие качества это служение развило в вас, да? Какие качества у вас появились? Скорость. Потому что за один день и месяц нужно писать все выпуски за этот месяц. Безусловно. Безусловно, это развивает. Но вот лично я поняла, что для того, чтобы нам в этом мире доносить до людей какую-то истину, к СМИ, да, нам как СМИ, нам нужно единство. Нам нужно прежде всего в команде духовное единство. Это реально негромкие слова. То есть очень важна молитва. Очень важно друг за друга молиться. Очень важно друг друга поддерживать и не конкурировать друг с другом. Ну, то есть, как Бог сказал, делать другого выше себя. Вот. Это лично то, что я поняла для себя. Сергей, я в тебе, что ли? Наверное, свою я в сторону немножко, да? Ну, на самом деле, все проекты помогают людям активизироваться в том числе. Ну, и, безусловно, оно помогает самореализоваться. И эта самореализация направлена на цель привести людей к Богу. И это, по-моему, одно из тех вещей, что и называется словом «успех». Хорошо, друзья. Вы достойно отвечали на все вопросы. Вы заслужили сюрприз. Мы приготовили вас небольшой сюрприз. Давай, Таник, зажигай. Не пугайте. Сейчас, друзья, вам нужно будет ответить на вопросы Блица. Отвечать нужно будет быстро. Одним словом и по очереди. Ну, сначала, наверное, дамы, а потом джентльмены. Окей. Да-да-да. Будьте готовы. Вопросов будет немного. Да, но они будут с подковырочкой. Итак, вы готовы к Блицу? Да. Итак, Блиц, назову ФМ, поехали. Опишите ваш проект одним словом. Позитив. Креатив. Отлично. Следующая сумма 300 библиков. Что самое-самое любимое в этом служении для тебя лично? Видеоблоги. Свет. Отлично. Самое часто используемое слово в студии? Бог. Любимый цвет всей вашей команды? Красный и белый. Белый. И последнее. Самое позитивное радио на свете. Зау ФМ. Зау ФМ. Отлично. Это классно. Да, здесь мы сошлись в едином. Молодцы, друзья мои. Вы просто молодцы. Горжусь. Ответили быстро, позитивно. Ну что? Ребят, спасибо вам огромное. Мы безумно рады были с вами познакомиться. Я не знаю, войдет ли. Да. Но я хочу просто сказать, что... Вы прикольные. Как нас встретила команда Зау ФМ, это просто нечто. Они нас с пятницы по воскресенье нам показывали весь Заугский. Вы мега классные. Мы благодарны вам за гостеприимство. Друзья мои. Ну вот вы нас распиарили, и мы с вами познакомились, но другим-то тоже хочется с вами познакомиться. Уже хватит томить наших радиослушателей. Расскажите, где вас найти? Ну, безусловно, на сайте. Угу. На каком сайте? Который называют социальная сеть ВКонтакте. Вики.ком слэш лайкблогтв слэш Записывайте, друзья мои. Да. Повторите для тех, кто не успел. По буквам vk.com слэш L-I-K-I B-L-O-G Т-В слэш Отлично, друзья мои. И в конце стоит поговорить о перспективе. Вот представьте себе, мы купили машину времени за УФМ богатые люди. Вот. И мы перенеслись на парочку лет вперед. И каким вы видите лайк через несколько лет? Вот. Немножко пофантазируйте. СМИ популярности первому каналу. О! Лайк на первом. Вы знаете, честно сказать, я надеюсь, что у нас будут... Я очень хотела бы, чтобы у нас были ток-шоу, на которых мы будем реально встречаться с нашими подписчиками, обсуждать интересные темы, например, как слышать бога в повседневной жизни, приглашать гостей, которые будут рассказывать эти опыты. Будем приглашать экспертов, например, тех же за УФМ. Отлично! Напросились, да? Напросились. Хорошо. Сначала мы спрашивали немножко впечатления о нашей погоде, о Заокском. А теперь впечатления за УФМ. Вот как я понял, вот всё, что оно было, это уже и было впечатление. Ну вот какой-то завершающий аккорд. Хочется назвать вас коллеги. Это приятно. Давай пожмём уроку. Отлично. Ребят, на самом деле, вот, как сказать, мы реально познакомились, ну вот, с пятницы, да, с пятницы. Но Заочно где-то месяца два назад. Но у меня такое чувство, что я вас знаю уже... Полгода. У нас тоже такое чувство, да? Почтёмся. Слава богу, друзья, когда вот так вот команды находят друг друга и служат вместе. Ну а теперь мы переходим к традиционному вопросу. Этот вопрос заранее вы не знали. Мы держали его в тайне. Мы задаём абсолютно всем гостям. А барабанная дробь будет? Давайте. Это уже нельзя делать. Мы потом вставим меня. Итак. Постарайтесь отвечать максимально честно. Представьте, что вам дана возможность попросить у Бога об исполнении только одного желания. Что бы вы попросили? Я бы попросила, чтобы наше служение, наверное, было на самообеспечение. Чтобы это было и служение, и работа. Чтобы можно было максимально времени уделять этому. И чтобы у нас реально было молодёжное, христианское, адвентийское телевидение. Зарплату бы попросил. Ну, без денег никуда, безусловно. Но и самое важное, я бы на самом деле попросил, чтобы это было мировое телевидение, которое крутилось бы по всему теле... по всему земному шару. На самом деле, с таким энтузиазмом, я думаю, у вас всё получится. Да, друзья, спасибо за весь этот позитив. В конце у вас есть уникальнейшая возможность оставить какие-то пожелания нашим дорогим, любимым радиослушателям. Ребятки, вот то, что вы сейчас учитесь в Заокском, в Адвентийском университете, на самом деле, это огромная возможность. Это огромная возможность найти себя, найти своё предназначение. Причём не только в учёбе, но и на ЗАО «ФМ». У вас потрясающе есть медиа-центр. Есть куча других возможностей, в которых нужно себя пробовать. Пожалуйста, я вас просто умоляю, не упускайте эту возможность. Самое важное – реализуйтесь и с Богом реализуйтесь. Итак, дорогие друзья, в гостях. У нас сегодня были видеоблогеры «Лайк». Они поделились своим позитивом. Это люди, которые не боятся камер и несут радость в этот мир. Огромных вам благословений. Всего доброго. Спасибо вам. До свидания. Пока-пока. А после музыкальной композиции вы услышите аудиокнигу «Великая борьба», которая раскроет нам, что Библия говорит о будущем нашего мира. Он держит весь мир в своих руках. Он держит дождь и ветер в своих руках. Он держит дождь и ветер в своих руках. Он держит мир в своих руках. Он держит малых деток в своих руках. Великая борьба Глава вторая Надежда на победу над злом Ангелы-хранители Каждый христианин имеет ангела-хранителя. Ангел-господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Спаситель заботится о тех, кто верит в него. Ангелы их на небесах всегда видят в лице Отца Моего Небесного. Бесчисленные происки князя тьмы обрушиваются на народ Божий, но ему обеспечена неустанная охрана ангелов. Бог дарует обетование защиты потому, что ему известно, с какими могущественными силами зла им придется иметь дело — силами благочисленными, исполненными решимости и неутомимыми. Злые ангелы противостоят Божьим планам. Вначале злые духи были безгрешны и по своей природе, силе и славе равнялись святым существам, которые теперь являются Божьими посланниками. Но согрешив, они объединились, чтобы обесчестить Бога и уничтожить человека. Поддержав сатану в его восстании, они вместе с ним боролись против божественной власти. В Ветхом Завете упоминается об их существовании, но во время земного служения Христа злые духи наиболее очевидным образом проявляли свою силу. Христос пришел, чтобы искупить человека, и сатана решил отстаивать свои права на этот мир. Ему удалось заранить семена и дало поклонство в каждом уголке земли, кроме Палестины. И Христос пришел сюда, в единственное место, где влияние Искупителя было еще не очень сильно, простирая свои руки с любовью и приглашая всех обрести в нем прощение и мир. Силы тьмы видели, что в случае успеха миссии Христа их правлению быстро наступит конец. Новый Завет ясно говорит о том, что были люди, одержимые бесами, и они страдали не только телесно. Христос видел непосредственное присутствие злых духов и узнавал их деяния. Одержимые в стране Гергесинской были несчастными бесноватыми, которые разрывали любые путы, неистовствовали с пеной у рта и наполняли воздух воплями, причиняя увечья себе и представляя угрозу для всех, кто к ним приближался. Их окровавленные, изувеченные тела и помраченный разум являли собой картину, радовавшую князя тьмы. Один из бесов, мучивших страдальцев, заявил «Легион имя мне, потому что нас много». В римской армии легион состоял из трех или пяти тысяч человек. Повинуясь приказу Иисуса, злые духи оставили свои жертвы, и те, умиротворенные, успокоенные и в здравом рассудке, тихо сидели у ног Спасителя. Но бесы, которым разрешили войти в стадо свиней, ввергнули животных в морскую пучину. Жителям гергесинской страны эта потеря показалась настолько великой, что они отказались от благословений Христа, и божественный исцелитель был вынужден удалиться. Обвинив Иисуса в гибели стада, сатана пробудил в людях чувство эгоистичного страха, и они отказались выслушать божественного Учителя. Он разрешил злым духам уничтожить стадо свиней и вместе с тем обличил иудеев, которые держали этих нечистых животных ради прибыли. Если бы Христос не удержал бесов, они увлекли бы в море не только свиней, но также и их владельцев. Более того, это событие было допущено, чтобы его ученики получили возможность воочию убедиться, как жестоко сатана властвует над людьми и животными, дабы не быть обманутыми его лукавством. Он также хотел, чтобы жители той местности увидели, что он способен сокрушать узы сатаны и освобождать его пленников. И хотя Иисусу пришлось покинуть эти края, люди, чудесно освобожденные им, остались, чтобы свидетельствовать о своем благодетели. В Писании встречаются и другие примеры. Иисус изгнал нечистого духа из дочери Серафиникиянки. Один юноша имел духа немого, который неоднократно бросал его в огонь и воду, чтобы погубить его. Бесноватый, которого мучил нечистый дух и который нарушил субботнее богослужение в Капернауме, все эти несчастные были исцелены спасителем. Почти во всех случаях Христос обращался к бесам, как к разумным существам, повелевая им больше не мучить свою жертву. Молящиеся в Капернауме были изумлены и восклицали, что это значит, что он со властью и силой повелевает нечистым духом, и они выходят. Для того, чтобы обладать сверхъестественной силой, некоторые добровольно отдавали себя во власть сатаны. Безусловно, таковые не враждовались бесами. К этой категории принадлежали прорицатели Симон Волхв, Елима Волхв и Служанка, которая следовала за Павлом и силой в Филиппах. Опасность Влияние нечистых духов представляет величайшую опасность для тех, кто отрицает существование сатаны и его ангелов. Многие следуют их советам, думая, что руководствуется собственным умом. По мере того, как приближается конец времени, когда сатана будет действовать с необычайной силой, чтобы обольщать, он повсюду насаждает неверие в своё существование. В этом-то и заключается сатанинское коварство, чтобы действовать незаметно и скрытно. Великий обманщик ничего так не страшится, как разоблачение своих ухищрений. Чтобы лучше замаскировать свой подлинный характер, он старается представить себя в таком виде, чтобы вызвать у людей только презрительную насмешку. Его вполне устраивает, когда его изображают уродливым и смешным, полуживотным, получеловеком. Ему нравится, когда о нём говорят в шутливом, на смешливом тоне. И именно потому, что ему удалось с таким непревзойдённым мастерством скрыть свою подлинную суть, повсюду звучит вопрос, а разве он на самом деле существует? И именно потому, что сатана с такой лёгкостью покоряет людей, которые не подозревают о его влиянии, Слово Божье раскрывает перед нами его тайные силы и побуждает нас всегда быть готовыми отражать его нападки. Безопасность с Иисусом. Мы можем обрести надёжное убежище и избавление в могущественной силе нашего Искупителя. Мы тщательно запираем наши дома на засовы и замки, чтобы уберечь имущество и жизнь от злых людей. Но как редко мы думаем о злых духах, против которых мы собственными силами не способны защититься. Если бы только им было позволено, они бы затуманили наш рассудок, растерзали бы наше тело, уничтожили наше имущество и нашу жизнь. Но те, кто следует за Христом, находятся под Его защитой. Для их охраны посланы ангелы, превосходящие силы, и лукавый оказывается бессилен пробираться через стражу, которую Бог окружает свой народ. Наша передача на этом заканчивается. Ждём ваши отзывы об этой программе. Пишите нам по адресу 127 473 Москва, Абонентский ящик 3, христианская радиостанция «Голос надежды». Адрес нашей веб-страницы в интернете www.golosnadежды.ru До свидания. Господь досохранит вас всех от зла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова А.Кулакова